До этого в торговом центре можно было сделать покупки, поесть, развлечься, в некоторых вакцинироваться. Теперь же в торговом центре можно полноценно позаботиться о своем здоровье. Каким образом, об этом сегодня в программе. Сотрудничество ВСЛ и Бестцентр с Четри и торгового центра Спицы началось в мае 2010 года. Тогда в стенах этого комплекса был открыт кабинет вакцинации ВСЧетри. Беря во внимание его успешную работу и желание посетителей в одном месте получить как можно больше разных услуг, был создан этот современный медицинский центр, который открыл свои двери 21 февраля. Это такое естественное решение, поскольку сами пациенты этого очень желали. И во время действия нашего кабинета вакцинации многие пациенты пожелали, может быть, сдать ломаторные анализы, может быть, получить возможность сделать какие-то инъекции. Или многие из них просто интересовались, есть ли возможность консультироваться у каких-то врачей, докторов. Так что это такой естественный шаг. И в самом деле можем смело сказать, что это реально по желанию наших пациентов и посетителей торгового центра Спицы. В рамках нового проекта заботу о здоровье пациентов на себя взяли сразу несколько партнеров. Один из них – Голбье лаборатория. Это мы сделали по двум причинам. По двум главным причинам. Первая – это то, что с Веселим и Сендерс Четверо сотрудничали уже давно. И коллегиально решали медицинские проблемы. Но вторая причина – это потому, что старались улучшить служение в войне пациентов, чтобы они меньше времени теряли. И заодно, если кто-то из семьи делает покупки за это же самое время, другой может сделать что-то важное для своего здоровья. И это такая новая идея, которая мы надеемся, что будет помогать людям экономить их время. Новинкой стал также магазин медицинских товаров «Династия», который тесно сотрудничает с Веселим и Сендерс Четверо. Мы создали такую команду «Все, что связано с ногами». Логично, что здесь мы предлагаем для пациентов и специалистов по уходу за ногами. Но не только тех, которые ухаживают за ногтями и ступнями, но и технического ортопеда, который заботится об осанке, флеболога, который заботится о здоровье вен на ногах, а также дерматолога, который работает в тесной связке с этими специалистами. С приходом весны наступает время не только обновить гардероб, но и позаботиться о своем здоровье. Так как март и апрель являются месяцами здоровых ног, рекомендуем отправиться на консультацию к флебологу. Это очень полезно, потому что у людей, особенно в современном мире, просто нет времени сходить к доктору-флебологу, чтобы проверить вены, особенно на ногах. А ведь у каждого второго действительно есть такие заболевания. У многих людей эта болезнь проходит без симптомов, и они просто ходят по магазинам, даже не зная об этом. Поэтому мы придумали такую вещь, что человек может объединить шоппинг с развлечениями и лечебные мероприятия. В течение 20-30 минут пройти у доктора диагностику, получить консультацию, сделать дуплексную ультрасонографию, и тогда врач вместе с пациентом спланирует план лечения. Если пациенту будет назначено консервативное лечение с компрессионной терапией, тогда здесь же на месте можно будет сделать точные замеры при помощи современного цифрового измерительного оборудования. Используя изображение 3D, исчисляется окружность и длина тела, что служит в качестве образца для выбора наиболее приемлемого размера компрессионных чулок. Измерение и создание 3D-модели проходит одновременно и занимает пару минут. В свою очередь, если понадобится оперативное лечение, его можно будет получить в Балтийской клинике Вен в Эсселый Бэсцентр с Четри. Приглашаем пациентов посетить флеболога, потому что уже совсем скоро, в марте и апреле, начнется акция. Подробнее об этом можно узнать в интернете на странице www.venos.lv. Но позаботиться следует не только о здоровье вен, но и ступней и вашей осанки. Проблемы с ногами могут быть не только из-за того, что вены не в порядке, но еще из-за того, что неправильное распределение давления в стопах. Для того, чтобы это узнать, нужно сделать падометрию, где можно посмотреть, как вы правильно стоите или неправильно стоите, нагружаете ли вы всю стопу или нагружаете часть стопы, и как вы нагружаете стопу. И те места, которые являются слишком нагруженными, мы их разгружаем при помощи ортопедических стелек или ортопедической обуви. Потому что если мы нагруженные места разгружаем, человек входит лучше, ему приятнее, комфортнее стоять дольше, пропадают боли, боли в пяточной кости или боли в пальцах, в зависимости от того, какие проблемы, с какими проблемами он пришел к нам. Это главный принтер. Меняем распределение давления, распределяем его так, как физиологически задумано, как должно быть в норме, и тогда человек чувствует себя лучше. Побаловать свои ступни можно и нужно не только удобной ортопедической обувью или подобранной ортопедической стелькой. Следует хотя бы раз в месяц сходить на лечебный педикюр. Компетенции подолога – лечебный педикюр. Полный лечебный педикюр включает в себя обработку всего ногтей и ступни, также проводится обработка мозолей, бородавок, вросших ногтей, а также ногтевого грибка. Это проходит в тесном сотрудничестве с дерматологом. Как прозвучало ранее, лечение проходит в сотрудничестве с дерматологом, который как раз и даст консультацию, чтобы вы смогли встретить весну с красивой, а главное – здоровой кожей. Я считаю, что это отличная идея, потому что на самом-то деле кожные проблемы и кожные изменения, они очень существенно изменяют качество жизни. Поэтому я очень рада, что теперь в повседневной жизни, в нашей повседневной суете у людей есть возможность забежать и обратиться к дерматологу, не ждав очень длительных очередей, записываясь к врачу именно, скажем, на прием. Мы будем в основном консультировать пациентов, связанных с дерматологическими проблемами. Это диагностика новообразований, как в пигментах образований, так и также эпидермальных образований, диагностика также сосудистых новообразований, гемингиом, портвен пятен. Но также мы будем делать мелкие манипуляции, такие, как, например, диагностика грипповых заболеваний и каких-то аллергических реакций. И, конечно же, мы будем пациенту советовать какой-то профилактический метод, но если нужно будет более серьезная манипуляция, то мы будем обращаться дальше и планировать лечение, скажем, в других наших филиалах в СЛОВ-Центре-4. Как и прежде, посетители торгового центра смогут пройти вакцинацию. Мы встречаемся с такими ситуациями, что человек приходит в торговый центр и помимо своих покупок он покупает какую-нибудь путевку по какой-то очень выгодной цене. И первый вопрос, который у них возникает, когда они эти путевки приобретают, а что же теперь делать и от каких заболеваний нужно привиться? То ты можешь это все сделать тут же, опять же, в комбинете вакцинации, будучи абсолютно здоровым, где тебя может проконсультировать и по другим тебя интересующим вопросам. В контексте того, что у нас все-таки наметилась весенняя погода, не забываем о том, что в этом году наверняка клещи будут более активными. Мы привыкли, что уже первые клещи активные становятся в конце марта, поэтому те люди, которым срок вакцинации подходит, и которых нужно уже повторно ревакцинировать от клещевого энцефалита, самое время сейчас это сделать, для того, чтобы к началу нового сезона активности клещей они уже были во всеоружии. У современных занятых людей теперь есть прекрасная возможность сэкономить свое время, объединив процесс покупок с профилактикой здоровья. Вас ждет знающая и компетентная команда медиков в СЛБС-центр Четри теперь и в торговом центре Спица. Давно ждал, потому что мы живем в этих центрах, там и наша паркмахерская, и кимчистка, и магазины, и наша аптека, и даже кушаем каждый день здесь. А что, вы считаете, кумбе? Да, да, да. Самое главное, чтобы было вот как здесь, с самого хода. Не надо далеко ходить даже. Кто приходит здесь, тем более много магазинов, можно зайти кофе выпить там или покушать, и заодно посетить врача. Я думаю, это очень выгодно, особенно, ну, семье, когда нет времени, и сейчас мы много работаем, и чтобы все обнимить в одном, я думаю, это очень хорошая идея. И наша семья, я думаю, обязательно будет использовать эти услуги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!